Всем-всем ассаламу алейкум, доброго всем дня. Вот сегодняшнее мое видео начинается вот только вот с готовки. Я готовлю котлеты, у меня здесь лук, это у меня курдюк, в миске у меня мясо. Я добавила все приправы, что у меня были, соль, яйцо. И сегодня я не стала на планировочных сухарях делать. Я оставила хлеб в молоке, первый раз я это делаю и сделала вот такую вот массу. Уже сформировала я котлеты и буду сейчас жарить. Разогреваю масло в сковородке. Дети у меня еще и попросили спагетти. С одной стороны поставила воду на спагетти, они очень сильно любят. Буду готовить им как раз спагетти с котлетами, вкусно поедят. У меня уже масло разогрелось. Я ставлю и все вот, которые котлетки у меня были на доске, я их всех помещу в эту сковородку. Так как все знаем, да, котлеты, когда они чуть-чуть уже нагреваются в масле, они как бы становятся меньше в размере. Все поместила. Вот у меня готовятся котлеты, готовятся спагетти. И, конечно же, это пока будет готовиться. Я нам с мужем долила чай. Мы сейчас будем пить чай, а это на медленном огне. Будет хорошо тушиться и жариться. А мы пошли пить чай. Обед мой готов. Смотрите, спагетти я отправила сразу же, когда приготовились в том масле, где готовились котлеты. Очень бывает вкусно. Дети очень вкусно едят. У меня вот такие вот простые спагетти. Очень дети любят. И готовлю. Если честно, на ужин тоже съели, и их уже не осталось. Не остается. Вот когда готовлю спагетти, у нас не остается. И такой вот у меня салат. Очень люблю я этот салат. Очень-очень он получается вкусно простой. Это зелень, огурец, помидор, болгарский перец, лук и все перемешал. Тут я попросила дочку, чтобы она здесь у меня в полочке сделала порядок. Она в последнее время очень-очень хочет мне помогать. Это у нас то, что осталось на ужин. Мы оставили. И, конечно же, после обеда нужно пить чай на свежем воздухе. Когда мы пили чай, дети очень сильно попросили своего папу, чтобы он отнес нас на море. Ну, как бы их. Я особо на море не люблю ходить. Мы вот выехали. Сейчас вам покажу дорогу с нашего дома на море. Очень она к нам близко. Но погода была ветреная. Мы вообще не хотели выходить из дома. И не стали тоже обижать детей. Думали, что вода будет холодная. Они придут очень быстро домой. Но нет. Вода была, наоборот, очень теплой. И дети очень-очень хорошенько повалялись в морской воде. Вот дорога с нашего дома. Здесь я уже, если честно, не сделала скорость во времени, чтобы показать вам. Смотрите, мы только развернулись, и море уже перед нами. Море к нам очень-очень близко. Вот мы приехали. Но есть одно но. Мы на этот пляж не едем. Не часто едем. Мы едем на другой пляж. Я обязательно вам сниму его тоже. Здесь бывает очень-очень грязная вода. Тут мы хотели просто их успокоить. Думали, на полчасика придем и пойдем домой. Но остались на 2 часа. Ничего, дети хорошенько себя отдохнули, успокоились. Им понравилось главное. Тут я мою тапочки наши, чтобы мы уже собрались. А дети никак не выходят. Смотрите, какая грязная вода. Ну, как бы грязная. Не знаю, почему песок здесь тоже, он был такой какой-то, знаете, черный, синий, что ли. Не поймешь. Может, глина, может, даже это и лучше. Мы не понимаем, но не нравится нам вот этот пляж. Не так уж. И вот оно, морская вода. Очень хорошо для ног. Хороший скраб для пяток, у кого проблемы с пятками. Очень хороший скраб. Тут я тоже решила поставить ноги в воду. Я особо не люблю это делать. И не делаю, не часто делаю. Я иду на море только пить чай. Я думала, что мы придем быстро. И не взяла с собой термос с чаем. Тут мы уже пришли из-за того, что был ветер. Я решила полить, получается, деревья. У нас на улице тоже растут деревья, цветы, которые бабушка сажала. Жалко, что если они вдруг высохнут, то ее труд. Не хочу, что просто так, как бы, прошел ее труд. И, ну, она тоже старается для нас, для нашего дома. Решила их полить. Домашние все... Нет. Муж с дочкой спали. А мы с сыном не смогли уснуть. И вышли во двор, чтобы им не мешать. Думаю, давай я полью, а ты себе поиграешь. Покажу вам наши деревья, наш урожай. Это я не знаю, что за дерево, не могу сказать. Но вот тут у нас растет инжир. Я думаю, если сильных ветров или злых людей не будет, у нас будет очень много инжира на варенье. Смородина черная уже. Это у нас то, что растет на улице. Снаружи, да? Снаружи двора. Смородина уже созревает, чернеет. А это уже внутри. У нас дома есть во дворе гранат растет. Очень мне нравится. Но я, к сожалению, не ем. Я с фруктами у нас... У меня нет такого этого отношения сильного, чтобы их кушать. А так мне очень нравится. И поливать я их люблю. Поливаю очень часто, чтобы не высохли. И у нас вот оливки уже растут. Вот уже они как бы вышли зелененькие. И сзади двора, у нас сзади дома есть такая красота. Смотрите, вот это просто чудо. Когда мы вот в доме, да, спускаемся с лестницы в окно, видно вот этот цветок. Так приятно. Вот такое вот у меня было маленькое такое видео. Я надеюсь, вам понравится. Просто хотела вам показать, чем я занимаюсь, куда я потерялась. Очень жарко. Снимать ничего невозможно. Телефон постоянно. Дети забирают. Я надеюсь, вам понравится. Спасибо большое. Иншаллах. Скоро будет новая мотивация с уборкой. На днях уже выложу. Спасибо всем большое. Салам алейкум. Спасибо. Спасибо.